Приветствую, друзья! Пазлы начинают сходиться. Вот в прошлом ролике мы говорили о том, чтобы вспомнили полёты во сне. И мне такие вы прекрасные написали формулировки и свои ощущения. И там особо я могу подчеркнуть такой отзыв, что в полётах во сне есть такое чувство, что всё возможно, всё преодолимо. Такое ощущение возникает. Но это же, собственно говоря, то самое комфортное состояние всевозможности. Это то самое комфортное состояние лёгкости, невесомости, комфортности, повторю, то естественности, когда мы говорили о том, как подбирать приёмы по саморегуляции, по критерии максимальной комфортности, простоты и естественности. То есть мы отбрасываем то, что трудно делать, и ищем только то, что легко делать. И вот получается генерация положительных эмоций. Я сначала скажу кое-что о положительных эмоциях. У меня бывают некоторые люди, которые в таком утручённом состоянии, насмотрятся в интернете всяких неприятностей, всяких болезней, и настолько впечатлительные, что они настолько и хрупкие, что у них и происходит вот эта загрузка. Потом они и спать не могут, и тревожности, и страхи, и так далее. И я им говорю, слушайте, перестаньте смотреть в интернете вот эти все диагнозы. Просто ищите, ищите то, что даёт вам положительные эмоции. И вот этот механизм накопления положительных эмоций в конечном счёте срабатывает. Через день-два вдруг мне человек пишет и говорит, слушайте, и у меня поправилось самочувствие, я стал лучше себя чувствовать. Это прямо волшебство какое-то. Ну да, положительные эмоции. Так дело в том, что у меня есть теория усилия результата. Дело в том, что когда вы делаете какое-то действие и ждёте ожидаемый, так сказать, результат, когда ваша установка соответствует результату, а установка, по моему определению, это предварительное распределение психической энергии на предполагаемую реакцию, и когда вы что-то делаете и нету ожидаемого результата, у вас происходит фрустрация. То есть, по существу, энергия мозга не открывается для продолжения следующего действия, а начинает перераспределяться на перепроверку, правильно вы сделали или неправильно. Появляются сомнения, беспокойство, тревожность и так далее. Так вот, в теории усилия результата, если мы оттуда будем исходить и придём к тому, что принцип подбора путём перебора приёмов до саморегуляции в синхрогимнастике ключ, там же так и осуществляется. Делайте только то, что у вас получается, отбрасывая то, что не получается, и повторяйте то, что получается. То есть, по существу, вы делаете какое-то упражнение, вам трудно его делать, в автоматизм не выходит, так и не надо, отбросьте его. И таким образом, когда вы ищете те действия, которые синхронны вашему состоянию, которые резонансны вашему состоянию, которые максимально подходят вашему текущему состоянию, то есть вы используете критерии максимального соответствия индивидуального, то есть критерии максимальной комфортности, то же самое, как в невесомости, то же самое, как в полётах во сне. Это такая лёгкость Вот с этой лёгкостью вы настраиваетесь Делаете приёмы Вот этот критерий Это как пуговицы именно к вашему капюшону Или к рубашке к телу Или ботинки по ноге Ну да, они не труд Они не давят Это легко делается Это естественно, это органично Гармонично Оптимально То есть делайте только то, что вам легко То, что вам приятно Вот этот подход, когда вы используете При подборе индивидуальных приёмов У вас всё получается Это и называется зелёная зона Да, то есть вы делаете только то, что вам легко делается Приятно делается А то, что не получается, отбрасываете Вы это игнорируете Как будто этого и нет Таким образом, мозг начинает постоянно получать Только позитивные результаты Происходит эффект накопления положительных результатов То есть появляется положительная эмоция Бомбардирование мозга только позитивными ответами В этой обратной связи между действием и реакцией У вас взрывается мозг в позитивную сторону То есть получается, что вы начинаете испытывать необыкновенное облегчение Ощущение уверенности У вас от уверенности крылья растут Так вот же оно в чём дело Зачем вам делать упражнения, которые вам не подходят Подбирайте из всей возможной массы Различных вариантов упражнений Только те, которые вам легко, приятно делать И вы придёте к своему здоровью И вы придёте к состоянию безмятежности К лёгкости, как в полётах во сне Да, то же самое, как у космонавтов невесомости То же самое состояние у изобретателя бывает Когда он в таком чувстве, в таком состоянии Что нет нерешаемых задач Именно с этим ощущением, когда он чувствует Что он решит вопрос Да, он и решает его Потому что он снимает все ограничители Он снимает страх Он снимает шаблонное мышление И с этим подходом решает вопрос Происходит прорыв Да, друзья, таким образом Положительные эмоции Воспоминания, как вы летали во сне Понимание, что это именно тот критерий Который позволит вам подбирать Индивидуальные приёмы и упражнения Помогает вам подобрать ключи Б Да, друзья Как всё приходит в одну точку Значит, то, что легко То, что у вас получается хорошо Это ваше Соответствует вашим природным способностям Талантам Там вам природа помогает И поэтому открываются ваши таланты Открываются ваши способности Ранее заторможенные И вы становитесь таким Изобретательным То есть творцом Да, созидателем До встречи Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!